Доброго времени суток, уважаемые слушатели! Предлагается вам предпоследняя лекция курса «Теплоснабжение и зеленая энергетика», который рассчитан на два семестра, значит, 15 часов в одном семестре, 15 часов в другом семестре. Лекция номер 13 «Конструктивные элементы тепловых сетей». Я старший преподаватель кафедры энергетической системы, магистр Роганова Маргарита Анатольевна. Значит, дисциплина у нас, еще раз повторюсь, «Теплоснабжение и зеленая энергетика». Лекция номер 13 «Конструктивные элементы тепловых сетей». План нашей лекции «Компенсаторы», «Прокладки тепловых сетей», «Прокладка теплопроводов в особых условиях», «Трасса и профиль тепловых сетей», «Назначение тепловой изоляции и требования к материалам». Перед вами картинка уже здесь «Прокладка тепловых сетей» в канальных условиях. Но это сейчас я вам все расскажу, что это такое. Что такое компенсатор? Это устройство, позволяющее воспринимать и компенсировать перемещение, температурные деформации, вибрации и смещения. Применение компенсаторов на различных типах устройств обусловлено необходимостью избежать, стабилизировать, либо вообще свести к минимуму возникновение нежелательных факторов, возникающих в результате воздействия окружающей или проводимой среды, а также в результате работы самого устройства. Такими факторами могут быть напряжение в металле, напряжение в опорах трубопровода и прочее. То есть вибрации и прочее. Компенсатор надевается на трубу и смягчает всевозможные деформации. Это что значит компенсатор? Компенсирует все деформации и все какие-то нарушения. Таким образом происходит прокладка тепловых сетей. Но трубопроводы тепловых сетей могут быть расположены на земле, в земле и над землей. При любом способе монтажа трубопроводов необходимо обеспечивать наибольшую надежность работы системы теплоснабжения и при наименьших капитальных и эксплуатационных затратах. Основными видами прокладки трубопроводами являются подземная и надземная. Подземная прокладка трубопроводов наиболее распространена. Она подразделяется на прокладку трубопроводов непосредственно в земле, бесканальная называется, а также в каналах. При наземной прокладке трубопроводы могут находиться на земле или над землей, на том уровне, чтобы они не препятствовали движению транспорта. Надземные прокладки применяются на загородных магистралях при пересечении оврагов, рек, железнодорожных путей и других сооружений. Вот на данном слайде показана бесканальная прокладка. Непосредственно вырывается такая яма и в нее укладываются трубы. Они, естественно, изолированы, обмотаны хорошо, чтобы не было никакой террозии. Вот и другой метод прокладки трубопровода. Тоже он ложится под землей, но в каналах. Видите, здесь бетонные каналы и на них лежат трубы, которые поставляют нам тепло. На данном слайде я показываю вам надземную прокладку. Они стоят на опорах трубы. У нас очень хорошо это видно при трассе, теплотрассе Майкудук, Караганда-город. Там прямо по Майкудукской трассе проходит вот такая надземная прокладка. Еще существует прокладка теплопроводов в особых условиях. То есть в условиях вечной мерзлоты, условиях болотистых и прочих. В просадочных грунтах. Допустим, в просадочных грунтах при прокладке, преимущественно вообще стальных трубопроводов, то там в просадочных грунтах обязательно стальные трубопроводы, с увеличенной толщиной стенок, их тщательно уплотняют небольшими участками основания траншей труб и защищают от проникновения воды. То есть в посадочных грунтах, если где-то близко подходит вода, трубы, стенки значительно уплотняют. Отрывать траншеях при ямке под стыковые соединения труб не допускается. Их устраивает трамбование. То есть не роют ямки, а утрамбовывают наоборот. Для предотвращения деформации стальных трубопроводов в специальных нишах устанавливают компенсаторы, о которых мы в самом начале говорили, от деформации. Переходы трубопроводов через реки, каналы, дороги рекомендуется устраивать надземные. Ну понятно, да? Защита безнапорных канализационных трубопроводов осуществляется путем увеличения проектных уклонов на участках, где возможно образование уклонов меньше допустимых. В сейсмических районах для водоводов следует применять пластмассовые, полиэтиленовые, также железобетонные и асбестоцементные напорные трубы. Вот здесь показаны на этом слайде виды прокладки трубопроводов. При прокладке трубопроводов в районных свечной мерзлотой необходимо обеспечить их устойчивость в условиях просадочных и пучинистых грунтов. Одновременно с этими условиями необходимо предотвратить тепловое и гидравлическое влияние на основании фундаментов предлежащих зданий. В зависимости от грунтовых условий применять надземную, наземную и подземную прокладку одиночных канализационных или водопроводных сетей. Вот здесь вот показано А, это надземная, Б, это вот на земле лежит наземная, подземная, вот Г, подземная, свайная, первое это свайная неподвижная опора, трубопровод, городковые опоры через три метра, каждые три метра городковые опоры вот эти вот стоят. Насыпное основание, здесь вот видите, насыпное основание, на которое ложатся вот эти городковые опоры, каждые три метра они стоят. Металлическая подставка скользящей опоры, Железобетонная опора. Железобетонная опора. Вот она здесь стоит. Очень приваренная вот эта железобетонная опора. Местный грунт. Грунт какой здесь существует. Глина, глинобетон и замененный сыпучий грунт. Здесь вот это все накладывается, потом ставятся опоры. Трасса и профиль тепловой сети. При выборе трассы тепловых сетей исходят из следующих основных условий. Во-первых, надежность теплоснабжения. Потом, если необходимость, быстро ликвидация возможных неполадок и аварий. Безопасность работы обслуживающего персонала. Наименьшей длины тепловой сети и минимального объема работ по ее сооружению. Вот эти вот условия необходимы для того, чтобы выбрать трассу тепловых сетей. И последний пункт. Тепловая изоляция. Теплоизоляционные материалы и конструкции предназначены для чего? Для уменьшения, естественно, потерь тепла трубопроводами и оборудованием системы отопления. Различают три группы материалов в зависимости от теплопроводности. Первый – это низкой теплопроводности. От 0,06 ватт на метр. При средней температуре материала в конструкции 25 градусов Цельсия и не более 0,08 ватт на метр на градус при 125 температуре носителя. Средняя теплопроводность от 0,06 до 0,015 при 25 градусах и от 0,08 до 14 ватт на метр при 125 градусах. Это для холодной воды и для горячей воды. Средняя теплопроводность. Ой, извините. И повышенная теплопроводность. Это, значит, 115 до 0,175 ватт на метр на градус при 25 градусах Цельсия и 0,14 по 0,21 ватт на метр на градус при 125 градусах Цельсия. Вот здесь вот показаны, как изолируются, посмотрите, трубы. Вот они изолируются. Для теплоизоляционных материалов они предназначены для уменьшения потерь тепла трубопроводами и оборудованием систем. Смотрите, какие теплоизоляционные материалы. На этом лекция номер 13 закончилась. Для более детального ознакомления с данной темой лекции вам предоставляется PDF-файл полностью с лекцией. И там вы можете более досконально прочесть, изучить, значит, тему нашей лекции 13. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Будьте здоровы. Ждем 14-ю последнюю лекцию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.